В Жамблской области растет число нелегальных пользователей горных пород и песка. Несмотря на то, что проводимые проверки и пресечения таких фактов, они все же имеют место быть. Больше всего таких фактов приходится на Акбулымский сельский округ. И это при том, что специалисты постоянно предупреждают об ответственности за такие деяния. Все подземные и наземные природные богатства принадлежат государству. Однако в погоне за длинным рублем людей это не останавливает. По словам ответственных лиц, такие нарушения происходят в основном в темное время суток. В этой связи необходима надежная охрана на территории. Однако этот вопрос до сих пор не решен. В горной местности Акбулымского сельского округа такие нарушения встречаются довольно часто. И не пугает людей ответственность за это. Как вы видите, уже сегодня, несмотря на проверку и контроль, уже выявлен один факт. Вон как убегают. Местные жители знают эту дорогу наизусть. Однако чаще всего встречаются факты, когда найти по горячим следам не удается. В этом случае проводятся оперативные рейдовые мероприятия с прокуратурой, участковыми, полицейскими и сотрудниками Департамента экологии. Тем не менее, сколько бы рейдовых мероприятий не проводилось, людей это не останавливает. Обязанность по предупреждению подобных нарушений возложена и на жителей села. При этом, по словам представителей Департамента экологии, незаконная перевозка имущества принадлежащего государству рассматривается как преступное. И дело направляется в суд. Это связано с тем, что в городе Тарас сейчас ведется много строительных работ. В результате такие нарушения наблюдаются в селах. Кроме того, в Мэнкумском районе есть много мест, где можно добыть золото. Но физические лица налагаются штраф в размере 50-месячных расчетных показателей на малых и средних предпринимателей в размере 100 МРП. Штраф, наложенный по статье 810 Кодекса об административных правонарушениях в течение 7 дней, можно оплатить с 50% скидкой. Экологи говорят, что будут усиливать охрану на местах, а также чаще проводить рейдовые мероприятия. Ведь природа является нашим главным богатством, и потому ее необходимо беречь, а не разворовывать.